Добрый вечер, Евгений Алексеевич. Добрый вечер, уважаемые телезрители, студия. Ну вот над нами сейчас постоянно что-то летает, какие-то арт-снаряды, периодически слышны разрывы, и вот мой оператор Владимир Дедов говорит, такое впечатление, что у кого-то постоянный день рождения, какие-то салюты. Но вот такая вот ситуация, то есть празднуем. Рома, это Леша Лихман, здравствуй. А где конкретно ты вот сейчас находишься? Что ты сегодня видел? Я знаю, ты был недалеко от Донецкого аэропорта. Какая там ситуация сейчас? Ну, что касается Донецкого аэропорта, то должен признать, что в последние 2-3 недели интенсивность обстрелов снизилась. Тем не менее террористы постоянно открывают огонь по позициям украинских военных. Наши отвечают только в случае крайней необходимости. К сожалению, таковая возникает постоянно. Но нужно сказать, что возможно это повлияло перемирие, хоть и шаткое, но тем не менее интенсивность несколько снизилась. Хотя вот такой огневой пинг-понг он постоянно происходит. Роман, а у меня вот такой вопрос. Как с фронта кажется, как представляется происходящее в Киеве? Попытки договориться, кулуары, переговоры по поводу коалиции. Люди готовы ждать еще несколько недель того, что в стране появится новое, новое правительство, новое, старое правительство? Роман. Евгений Алексеевич, ну вот из моего сегодняшнего опыта общения с украинскими военными, я ни от кого из них не слышал вообще ни слова о каких-то переговорах. Одного бойца волновало то, что у них закончились кровоостанавливающие средства, второго волновало то, что у него нет теплой обуви. Вот такие тут разговоры. То есть, иными словами, если не будет кровоостанавливающих средств и теплой обуви, терпение может лопнуть? Роман. Ну, вы знаете, терпение на пределе, я бы сказал. Потому что вот все, ну, чего-то ждут, военные в напряжении, и, конечно, они хотят каких-то более решительных, понятных действий, которых, к сожалению, не наблюдаются, ни находясь здесь, ни находясь в Киеве. Вот есть вопрос у присутствующего здесь новоиспеченного депутата Борислава Березы, не вступившего еще в свои права, но он уже, мы знаем, представитель правого сектора, который будет заседать в Верховной Раде. Если бы исполнительная власть не уйдет, конечно. Не уйду. Роман, у меня к вам очень большая просьба. Не повторяйте российскую кальку про перемирие. Там нету перемирия. Гибнут патриоты Украины. Гибнут представители, фактически лучшие сыны Украины сейчас гибнут. Пока это не перемирие. Это так называемое временное прекращение огня, которое почему-то постоянно нарушается. Не называйте так просто. Ну что ж, Роман, спасибо большое. Борислав, я так и сказал, что это так называемое перемирие. Применазываемое перемирие. Спасибо, Роман. Я на связи, напомню, на связи с нами был наш корреспондент. Роман Бочкалов, что-то хочет добавить. Роман, еще минута у вас есть. Вот сейчас, вот сейчас, вот слышны, такой арт-зал прозвучал довольно плотный. Он продолжается. Ну вот вам и перемирие. Ну вот нам и перемирие, да. Спасибо, Роман.